Вы слушаете канал жаж.клаб. Археологические раскопки. Таинственные додекайдры Римской империи. Первый из этих загадочных объектов был обнаружен почти три столетия назад. При этом исследователи до сих пор не знают, для чего они предназначались. В первом эпизоде телесериала 1980-х годов, Бак Роджерс, о космонавте, ставшим жертвой катастрофы, который впадает в криогенный сон и чудесным образом просыпается в 25 веке, главный герой посещает музей будущего. Сотрудник размахивает феном, произведенным в середине 20 века, ранний ручной лазер, предполагает он. Наблюдение за тем, как общие знания со временем теряются, это одновременно и смешно, и печально. Потому что в современных музеях тоже хранятся предметы из прошлого, которые совершенно сбивают с толку специалистов. Одна из основных улик – карта немногие из этих предметов столь же интригующи, как сотни или около того римских додекаэдров, которые были найдены археологами. Исследователи почти ничего не знают об этих загадочных объектах. О додекаэдрах имеется настолько мало информации, что различные теории об их значении и функциях сами по себе являются источником развлечения. Представленная карта говорит о том, что они были особенно популярны в одном уголке Римской империи – Северной Галлии и Римской Германии. Итак, что конкретно известно об этих загадочных предметах? Римские додекаэдры, более правильно называемые галлы римскими додекаэдрами, представляют собой двенадцатигранные полые объекты, каждая сторона которых имеет пятиугольную форму и почти всегда содержит отверстие. Внешние края обычно имеют закругленные выступы. Большинство предметов сделаны из бронзы, но некоторые сделаны из камня и не имеют отверстий или ручек. Додекаэдры часто размером с кулак, но их размер может варьироваться от 4 до 11 сантиметров. Размеры отверстий также варьируются от 6 до 40 миллиметров. Два противоположных отверстия обычно имеют разные размеры. О существовании объектов такого типа не было ничего известно до тех пор, пока первый из них не был найден в 1739 году в Эстонии в Хартфордшире. В целом, по крайней мере, 116 были выкупаны на таких далеких друг от друга участках, как Северная Англия и Венгрия. Но большинство из них было найдено в Галлии, особенно в бассейне Рейна, на территории современной Швейцарии, Восточной Франции, Южной Германии и Нидерландах. Некоторые из них были найдены в кладах с монетами, что указывает на то, что их владельцы считали эти предметы ценными. Большинес. Продолжение читайте на сайте jash.club Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова